Всем большой привет! Ну вот, нашла я немножко времени поделиться с вами моими текущими проектами, чем я занимаюсь, какие у меня успехи. Ну и перед вами в первую очередь вот такое буйство красок. Это Алиса, фея розового сада. С данным набором я участвую в совместном проекте цветочной фантазии. Большое удовольствие мне доставляет отшив этой работы. Нравятся мне зеленые оттенки и розовые, красные. В общем-то, настроение требует цветов, требует какой-то яркости. И вот с большим удовольствием я работаю над данным проектом. Буду уже переставлять пяльцы. Я дошла практически до половины. Мне осталось здесь вот небольшой кусочек. И это будет половина работы. Да, хорошо продвинулась. В общем-то, все меня здесь устраивает. И ниточки, я к ним привыкла. Все замечательно. Вот это мой, скажем так, отчет на сегодня номер один. Параллельно с этой работой я вышиваю моего оленя от Риолис. Вот он наш олень. Вышиваю я его на раме от Арабеско. Хочу сказать, что вот на станке Stitch Smart намного удобнее работать с большими круглыми пяльцами. Они легкие. Хорошо станок их держит. И не шатается, не заваливается. Нет каких-то сложностей. Вот с рамой немножко посложнее. Почему-то у меня часто ослабляется там держатель. И нужно постоянно подкручивать. Не так-то просто перевернуть раму. Не знаю, может быть это у меня что-то не так. Кстати, девочки, кто пользуется станком, напишите, а как у вас с этим? У вас все хорошо держится? Или только у меня от тяжести он постепенно, если парой переворачиваешь, часто рама начинает расслабляться, крепление, которое удерживает саму раму. Так, ну вы видите уже масштаб проделанной работы. Я дошила до половины. Ура! Ура! Это половина. Дальше у меня остается также два листа, но они попроще. Там нет такого смешения цветов. Пойдет больше полукрест. Ну и вот здесь немножко нужно будет дошить оленя. Вышивается очень легко. Что сказать? Легко, здорово. И когда я устаю от шерсти и переключаюсь на мои цветы. Когда устает цветок, переключаюсь на оленя. Для меня на данный момент оптимальный вариант вышивать вот именно две работы. Больше я по своему времени не тяну. И для меня это неэффективно. А вот две иметь и менять их, чтобы они были немножко... Эти работы разные. То ли по технике, то ли по ниточкам шерсти и мулине. При вот такой смене, получается, как бы, оживляется процесс и нет какого-то застоя, да, когда уже устал, там и просто ковыряешь, ковыряешь. Вот каждый раз при смене проекта, как с новыми силами и впечатлениями приступаешь. И значки все помнишь, и ниточки все тоже помнишь. Поэтому идет все очень хорошо. Вот такой небольшой у меня отчетик. Два процесса у меня сейчас в работе. Вот так. На этом я буду заканчивать это отчетное видео. Желаю вам хорошего настроения. Конечно же, успехов в вашем творчестве. Ну и до новых встреч. Всем пока. У нас в середине февраля наступила какая-то аномальная жара. В неделю села плюс 20. Вчера немножечко опять начало холодать. И хочу вам показать мои цветы в тему, кстати, точной фантазии. Балкон у меня, как бы, старой планировки, маленький балкон. Ну, это для Греции. Но, тем не менее, покажу, что у меня здесь, значит, растет. Вот такая вот у меня здесь... Ой, не пальма. Забыла, как называется. Ладно, не важно. Да, не знаю, что будет слышно, потому что у меня уходит балкон на праздничать. Две герании, которые скоро готовят зацвести. Внизу, значит, у меня там какой-то кактус, лоевера. И вот распустились вот такие цветочки. Вот они, такие красненькие, симпатичные. Тоже не знаю, как называются. Но не важно. И есть у меня еще гвоздика, которая тоже собирается вся-вся зацвести. Вот такая красота. Еще немножко покажу вам соседский балкон. Наверное, не хорошо это, но так, из любопытства. Если будет видно, в России выращивают лук, петрушку и укроп. Вот так используют масштабно балконы в городских условиях. Вот. Ну, немножко вид балкона. Проезжая часть, дома. Голубое-голубое небо. Ну, все, пока. Продолжение следует.